За сутки говорю признать Пузикову Екатерину Григорьевну виновной в совершении преступления предусмотренного в части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить Пузикову Екатерину Григорьевну наказание в виде лишения свободы на строк 9 лет. Хотела оспорить обвинительный приговор, но получила на 2 года больше. Вдова убитого Дмитрия Пузикова вновь признана виновной после дополнительного расследования. Сама Екатерина по-прежнему заявляет, что не причастна к смерти мужа. Она уверена, что Дмитрия убили из-за бизнеса. Перед гибелью ему даже поступали звонки с угрозами. На протяжении 5,5 лет, насколько идет процесс, моя позиция ни разу не менялась. Я по-прежнему заявляю, что я этого не делала. И моей вины в этом нет. Сторона обвинения с приговором согласно и других мотивов, кроме ревности, в расчет не берет. В целом судебное решение соответствует позиции обвинения. А дальше уже будем смотреть, будем проверять полностью вынесенный приговор. По основным моментам, как было установлено и в ходе следствия, и в ходе судебного следствия, это была ревность. Других нет мотивов. Напомним, Дмитрия Пузикова, экзаместитель управляющего самарским филиалом одного из российских банков, отравили в его загородном доме. Экспертиза, установленная ядом, был талий. Это высокотоксичный тяжелый металл, который не найти в свободном доступе. Для человека смертельная доза всего 600 миллиграмм. Где же Екатерина смогла достать такой опасный яд, до сих пор установлено не было. У нас не установлено основное обстоятельство по делу, откуда 23-летняя выпускница юридического факультета могла взять такой яд, как талий, который является ядом спецслужб, террористических организаций и тому подобное. В деле имеется масса нестыковок, на что обращала внимание в том числе и генпрокуратура. Но это не помешало силовикам закончить дополнительное расследование с тем же результатом. Теперь у защиты есть 10 дней, чтобы обжаловать несправедливый, по ее мнению, приговор. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.